Всем привет, ребят! И сегодня мы вам расскажем и покажем о нашей косметике, скажем, возможно, где ее можно купить, если мы это помним, не знаем. Я помню все. И за какую цену. Поехали! Итак, и мы поехали! У нее вот такой чемодан, я видела такой черный, но цена меня смутила, честно говоря. Я вам подарила. Вот, а у меня косметичка, у меня вообще на самом деле другая косметичка, мне просто ее подарили, у меня синенькая косметичка, я безумно люблю, акувью матовая. А почему тебе это не брать? Нет, просто брать у меня другая косметичка, прежде чем она лежит. Итак, поехали! Кто начинает? Давайте Кристина. Ладно, я начну, наверное, с моей маленькой косметички, которую я привезла моя двоюродная тетя из Лондона, она живет рядом с Лондоном, но она привезла из Лондона. Тут в основном она покупала все из Клиника, поэтому я сейчас она покупала все из Клиника. Первая это тушь, вот тут вот ее можете видеть, вот тут, вот тут. Вот, она от Клиника, и она с очень странной щеточкой. Ну, кстати, на ресницах хорошо поднимает, на самом деле. Мне нравится, как она поднимает, и у меня глаза не как у губы. Потом вторая вещь, тоже от Клиника, это блеск, в принципе. Я думала, что это какая-то яркая помада, но это блеск, то есть он выглядит, как какая-то русая помада, но это обычный блеск. Дальше давайте продолжу я. Я вам, опять же, косметичка, да, у меня тоже от Клиники, я вам продукцию потом все покажу. Первая это BB-крем, который нам не... Вернее, там не буду рассказывать, короче, BB-крем. Фиг знает, где я его купила, потому что я его не покупала. Следующая, эту, я себе, конечно, тоже не сама покупала, мне просто я взяла уже почти использованную. палетка с пудрой, и я не знаю, зачем она мне была нужна, мне надо было поднимать на базличку. Палетка с пудрой от Ифраше. Я купила Ифраше, соответственно, за какую цену, я не знаю. Теперь мы откроем большой ящик судьбы от Мэри Кей. Продолжаю я. У меня, опять же, есть тушь от Клиник, и это... То есть я сейчас вам покажу косметику, которая лично вообще моя... Неважно, что ей волоса, у меня вся косметика почти моя, которую я пользуюсь. Вот. От Клиник, опять же, из Лондона, которую нам дарили. И следующее, у меня тушь Секси Пауэлта. Я ее... На самом деле, она очень маленькая. Это всегда все картиночки вы сможете видеть в уголочках. А на самом деле, чтобы показать все мои духи, нужно снимать отдельное видео, потому что, о боже, я люблю, когда от меня вкусно пахнет. Обожаю! У меня есть духи, которые я использую чисто в косметичке. И следующая вещь... А, извините. Ну, ладно. Следующая вещь, это вообще вот... Я не знаю, зачем мне это было нужно, просто мне это тоже подарок давали. И это коричневая помада. Коричневая помада, которая мне нужна чисто для фото. Опять же, со смоки айс, допустим, и с черной помадой. И также я люблю смешивать черный с красным. И получается такой оттенок вампира. Далее. И следующее, что я вам покажу, это... Блеск от Виктории Сиклик. Но он мне вообще нравится безумно, потому что блеск на моих губах смотрится великолепно просто. Но я люблю, когда есть еще оттенок. И дальше следующая моя помада, это от... Кики? От Кики. Смешное название, да? Это помада оттенка моих губ. Она мне очень нравится, потому что... Она передает мне натуральность. Я люблю натуральный макияж. Вообще, дальше я обожаю коллекционировать вот эти вот блески, помады от Бэйби Липс. У меня их очень много, но сейчас я покажу два, потому что куда-то все пропали. Я не знаю, куда. У тебя только три было. У меня их было не три, у меня их было шесть. Здесь было три. Ну, здесь было три, а у меня их шесть. И у меня есть очень... У меня есть две красные помады. Первая моя любимая, она называется Аллой Парусан. Она очень красивая, и она как блеск сделана, поэтому я ее наношу, допустим, в один слой, промакиваю, и получается как будто натуральный макияж. Еще одна помада, которую мне подарили недавно. Я не знаю, мне кажется, она коралловая. Но мне почему-то это сказала, что она какая-то морковная. Морковная. Мне кажется, она коралловая, я не знаю почему. А, и последнее, что я показывала детей. Нет. Ребята, я надеюсь, вы посмотрели на нашу косметику и поняли то, что у меня было не все. Ребяточки, пока. Пока.